Павел Николаевич, ситуацию по стоянкам, поясните, пожалуйста, вот около 20-го дома и 19-го, там были стоянки раньше, сейчас, естественно, они закрыты по причине того, что там машину нельзя строить. Ну вот, организованы были вами возле Старлайта и возле Вегаса стоянки, насколько я помню. А сейчас они работают, как обстоит дело с этим вопросом? — Сразу, у 19-го дома стоянок не было и нет. Стоянки есть у нас у 16-го, у 17-го и у 20-го дома, а также у 22-го и 25-го. Стоянки у 22-го и 25-го дома работают в штатном режиме, одна из них платная, другая бесплатная. А стоянка у 20-го дома не работает, потому что собственники земельного участка решили закрыть ее. Хотя, на самом деле, она совершенно спокойно может быть открытой. Кстати, с моей машины туда заезжают, выезжают, стоят, ничего страшного там не происходит, и охрана там тоже есть. А в альтернативу, то есть из-за того, что они закрыли стенки, мы открыли стенки около Вегаса, вдоль Вегаса, туда в направлении их мастерской. Она тоже имеет охрану, но она бесплатная, потому что, ну, вроде как, пока мы решили там никакие деньги не собирать. Но она работает, и туда можно поставить до 200 машин. Поэтому проблем со стоянками нет, тем более, что, ну, она просто временно, локально, из-за того, что очень много снега выпало. Действительно, мы не успеваем до конца все очистить, но я не вижу проблем со стояночными местами. Тем более, что во времена, когда такого обильного снегопада не было, стоянка вдоль Вегаса, только вот в сторону Леруа Мерлен, она была практически не занята. В 22-м доме стоянка свободна, вот, ему очень много, ну, конечно, если кто-то ночью приезжает и очень сильно хочет подъехать к дому, встать прямо дома, да, у него возникает проблема. Но больших проблем со стоянками не существует, у нас гораздо больше стояночных мест, чем те, которые положены по нормативу. Что касается стоянок, вот этих, которые закрыты, в процессе решения этой проблемы вдруг выяснилось, что вот эти, скажем так, сторожевые будки, построенные с нарушением закона, мало того, они просто одну будку, грубо говоря, украли, потому что были они подключены от домов, и это была общедомовая собственность. Каким-то образом этим гражданам путем, скажем так, судебных решений, ошибочных, скажем мягко, были все-таки, они в их собственности оказались. Мы вынуждены были убрать оттуда охрану домов, вот, а подключение через дома невозможно, потому что, ну, воровали они коммунальные услуги у общедомового имущества. Они никогда не были подключены через договора, вот, ну, а за все надо платить, естественно, они платить не хотят, и теперь вот они ходят в суды, пытаются доказать, что их нужно подключить бесплатно, чего, в принципе, быть не может по определению. Вот, ну, и по ходу выяснилось, что стоянки эти нарушают санитарные нормы и правила, они построены в охранных зонах и школу, поскольку мы закрыть не можем, скорее всего, будут закрыты эти стоянки, потому что по СНИПам такие стоянки имеют охранную зону 100 метров, а до школы гораздо меньше, чем 100. Поэтому идет долгий судебный процесс, значит, они сами никакой палец о палец не ударялись, чтобы заключить договора на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. А вот, что касается электричества, то, наконец-то, они разобрались, что СНИП не является энергоснабжающей организацией, не может оказывать услуги по подаче электричества, пошли в МАЭСК, ну, и там, естественно, должны тоже, там же люди-специалисты дали им возможность сделать проект, теперь этот проект нужно утвердить, согласовать со всеми, после этого найти деньги на его реализацию, и, может быть, после этого они включат в себя электричество, если в этот момент, я уже говорил, есть исковые требования к тому, чтобы вообще снести, ну, например, газопровод, который проходит прям практически по фундаменту одной из сторожек, не позволяет эксплуатировать эту сторожку. Скорее всего, ее придется сносить, ну, или там что-то еще делать, потому что газопровод перенести некуда. Полный начальник, а как сейчас выполняется ли решение суда по поводу доступа к НС? Ну, они нам препятствуют все время, но сейчас уже другая ситуация, дело в том, что кто-то им, видно, объяснил, скорее всего, судебный пристав, что сильно долго не выполнять, не пускать нас к НС, это невозможно, и поэтому мы ходим, они там не открывают ворота, иногда просто меняют там какие-то замки, что-то делают, вот, ну, мы же настойчивые, мы и тогда, когда не было решения обеспечительных мер по допуску на СКНС, и все проходили, потому что взять в заложники весь совхоз, это надо быть удивительно непатриотичными, а может быть даже глупыми людьми. Ну, что ж, поэтому мы все равно обслуживаем, вот сейчас они потребовали приказы на каждого человека, что они работники, паспорта, ну, кстати, слесарь идет в КНС чистить с паспортом и с документами, вот, ну, ничего страшного, работай.